Третья тема была Слово Бога. Четвертая тема из этой серии будет называться Ум Христа. И это очень сильно связано будет даже с тем, что сейчас происходит здесь, на этом месте, и какое чудо Бог нам дал. Вы знаете, какой самый главный инструмент человеческого существования и прогресса? Это твое сознание. Это твой ум. Поймите, семья, нам практически всем даны одни и те же опции. Две руки, две ноги. Поймите, тот же воздух, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но почему же мы все, я не говорю о вас, я говорю вообще о человечестве, почему мы все радикально отличаемся? Потому что кто-то понял, что вот этот инструмент значит. И поймите, я сейчас не говорю об уме, как о каком-то плотском сознании, я говорю об уме Христа, о Духе Бога. Поймите, мы никогда не были предназначены с вами логически двигаться как животные инстинктами на этой земле. После грехопадения, да, мы опустились на этот уровень. Но когда мы родились свыше, мы вошли, нас вернули назад в ум Христа, в позицию Христа. И здесь закрадывается вещь, а что если я начну использовать свое сознание совершенно по-другому, чем все остальные? О, дорогие мои, мы с вами, центр трансформации за эти 16 лет очень много прошло. Почему? Потому что люди другого ума. Скажу даже немножко дальше, люди иного Духа, как Бог сказал Моисею насчет Иисуса Навина и Холева. Это все связано. Когда твой Дух возрожден, твой ум освежен, очищен, и он в прогрессе. И сегодня я хочу поговорить о следующем ключе. Семья, о чем я об одном умоляю? Поймите, я не особый человек, я учусь использовать то, что мне дано по праву небесного. Все говорит нет. А обновленный ум и дух говорит да. Самое худшее, что произойдет, А почему бы и не попробовать? Почему мы боимся? Почему мы боимся? А вдруг люди подумают, что ты опозоришься. Вперед! Зато попробуй. Я не понимаю, почему мы боимся какого-то человеческого позора? А вдруг ты победишь? А скорее всего и победишь. Потому что так, как мы с вами живут совсем немногие люди, ангелы мечтают видеть таких людей, как вы и пользоваться ими. Потому что ангелы, они на задании Бога, и они действуют с людьми, у которых ум Христа. А что если мы начнем мечтать о ненормальных вещах? Это тест. Это такой, знаете, это тест серьезный. Но опять, а что если мы можем с вами великих вещей, еще больше достигать? Опять, я всегда предупреждаю. Перед тем, как сделать что-то, будь уверен, уверен, что это Бог. Пусть делай сколько хочешь знамений, но будь уверен, что это Бог. И когда ты, как Гидеон, сделал трава сухая, мокрая кожа, кожа, мокрая трава, то есть все эти знамения, все эти вещи, и он с каждым знаменем убеждается, это Бог, это Бог. И когда ты убедился, что это Бог, у тебя есть зеленый свет, иди полный вперед. Все выйдет против тебя, и ты выйдешь победителем. Все будет смеяться тебе в лицо. Я уверен, люди, которые нам не верили, они нас смотрят сейчас. Ну что, как у вас дела там? Ну реально, ну я не люблю злорадствовать, ну хоть наворачиваться такой вопрос, ну и что? И вот я тут, вот я тут. Я сам еще не привык, но я тут. Семья, поймите. Нам дано что-то, что мирской человек не обладает. Не вздумайте даже подумать, что у тебя те же опции, что у человека нерожденного свыше. У тебя абсолютно другая позиция. Твои слова, твои действия абсолютно по-другому отражаются в духовном мире. Но я всегда говорю, проведи, убедись, что это Бог. Единственное, единственное условие. Бог ли это? Если это Бог, а теперь наблюдай за процессом. Потому что Бог обещание исполняет. Итак, мы не пробиваемся в этой жизни физически. Мы в жизни пробиваемся сознанием. Нам всем даны одни и те же физические элементы. Даже твой день зависит от того, как ты настроишь свое сознание. Поймите, что мы не делаем ничего, во-первых, физически. Ты не животное. Мы, во-первых, делаем все в сознании, и потом наше тело подчиняется нашим решениям. Люди тесты проводили. Они им дают витаминку, и люди исцеляются от рака, потому что поверили, что это таблетка, которая исцеляет людей от рака. А что? И они говорят. Эти врачи, неверующие врачи. Они говорят, сознание, поверившее в таблетку, заставляет вырабатывать правильные тела, правильные тела, которые убивают рак в теле. Это нехристиане, проводящие опыты над нехристианами. Можешь представить, что мы можем делать с умом Христа? Все могу в укрепляющем меня Христе. Нас всю жизнь держит страх. Fear holds us back all of our lives. Opinions of all the people in our lives. But who's going to push all that aside and say only his opinion matters? Я из этой жизни или уйду абсолютным победителем или тотальным банкротом. Я не согласен на обыденную, обыкновенную жизнь. Мне скучно. Забери меня Бог прямо сейчас, если вся моя жизнь этот диван и сериалы, смотри. How awful is your life if you just have the couch and the movies? Я хочу брось что-то в меня, растяни меня, опозорюсь так, опозорюсь, но я хочу сделать это. Throw something in me, challenge me, expand me, but I want to be challenged and grow. It is not me, it is us. I just started understanding this and using this. Из которой из духа, поймите, у нас из души идут свои мысли, а из духа идут свои мысли. Какие ты мысли примешь? Мы с вами даже не представляем на что мы способны в Боге. И я уверен, поймите, поймите, и я до этого чуда не дошел просто так, были шаги, маленькие чудеса, маленькие, больше, 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 и потом бум. Когда-то, когда мы покупали кемп, мы думаем, господи, 640 тысяч, это же какая ужасная сумма. 15 лет для нас, для нас было 30 тысяч, это миллионы. Я говорю, Бог, если оно Твое, мы за месяц должны насобирать 100 тысяч. Мы за месяц не могли нас собирать 5 тысяч. В то время. Раз, два, три, пожертвования, бах, сижу на руках, держу 100 тысяч. Вау. Поймите, вот почему, как Денис говорит, что, ну, Андрей говорит, а мы идем. Потому что перед этим у меня были маленькие победы и маленькая вера уже достанутая была. Кто-то понимает? О чем я говорю, семья? Пожалуйста, испытайте вашу веру, начните ее растягивать, и вы увидите, на что вы будете способны. О, это, я наслаждаюсь, я не знаю, кому христианская жизнь скучная, для меня это нереальное наслаждение. Скучная жизнь у тех, у кого скучный ум. Кто ждет, что кто-то к нему придет, ничего к тебе не придет, от тебя все уйдет. Ты бросаешь вызов, дорогие, в этой жизни или ты прогрессируешь, или ты сворачиваешься и умираешь. Ты долго на нейтрале сидеть не будешь. И мне нравится это. Потому что в это время, именно в это время видно победителей. Потому что в это время, именно в это время видно победителей. Видно, кто есть кто. You see who is who. До ковида все со сцены о вере кричали. If everyone's going to shout from the stage. А сейчас поредело что-то. Or maybe not. Немножко, ну как, попустило уже, мало кто о вере говорит. Ну верить, это что-то. А я не дам пандемии контролировать мою жизнь и мое мышление. But I'm not going to let the pandemic control my life and my thinking. Я не позволю этой вещам контролировать нашу жизнь, нашу семейную жизнь. I'm not going to allow these things to control our family life. И я не верю в то, что что-то может быть сильнее крови Христа. Не верю! Называй меня старомодным христианином! Не верю! That something can be stronger than the blood of Christ. Иисус обнимал прокаженных, зараженных, каждый день! Иисус, да! И он не говорил, hey, bro, six feet. He, 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 Jesus never said six feet to the lepers. Я старомодный христианин. Я верю в действия Христа и его учеников. И я верю, что Библия говорит, никакое зло вам не приключится. Яд, выпьете, и это не сработает. Змеи жалили, что они только... Люди не умирали. Я не верю. Дорогие мои, я верю в Бога. И мне нравятся эти времена. В них видно, кто есть кто. А мне так нравится видеть, кто есть кто. Потому что в эти времена ты не спрячешь, кто есть кто. С тебя вылезет твоя натура. А наша натура — натура Христа. Итак, представь. Творец Вселенной подарил тебе огромное сокровище. Твое сознание, через которое ты вместе с ним можешь творить великие вещи. А его дети всего лишь согласились прожить эту жизнь как животное. управляемые несколькими инстинктами. Покушать, размножиться и поспать. И завтра начинается все здорово. Я не хочу так жить. Я не хочу... Поймите, семья, у нас есть выбор прожить как животные инстинктами. Или употребить то, что нам подарено Христом. Что нас... Семья, вот реально, что нас от обезьян отличает? Ученые говорят, у нас 98 точка с чем-то мы с обезьянами. Одинаковая ДНК. Обезьяны. Но обезьяны нет одного. Нет интеллекта. Есть привычки. Она даже может там кнопки правильные нажимать, чтобы банан выпадал. Но это все не руководимо интеллектом. Это не руководимо разумом, рассудком. Руководимо вознаграждением. Инстинктами. Дорогие, я не хочу прожить как обезьяна. Прошел туда, вознаградился, пошел домой. Семья, вы понимаете, о чем я говорю? А можем мы начать материализировать? Что такое ум Христа? Ключ. Материализировать вещи, которых не существует, чтобы они существовали. Вот насчет этого никакая обезьяна на это не способна. Они не могут материализировать, они не могут взять идею Бога и вотворить ее в реальности. Пожалуйста, оцени этот подарок Бога. Мы даже им не ценим. Пожалуйста, оцени этот подарок Бога, which we really don't do. Большинство даже не обращает внимания на это. А это единственное, что отличает тебя. Вот именно это. Сознание, ум и интеллект. Заметьте такой момент. Мне, кстати, это очень нравится. Когда-то у меня была целая тема насчет этого. Почему Бог часто говорит во снах? Потому что во снах у нас отключена логика. Во снах ты можешь летать. Во снах ты можешь переставляться с одного континента на другой. Ты можешь стать невидимым во снах. Что хочешь. У вас у всех были такие сны. Почему Бог часто, часто говорит с нами во снах? Поймите, и это самый незрелый разговор Бога со своими детьми, потому что он по-другому достучаться не может в твое сознание. Поэтому он подходит тебе во время, когда ты спишь и твоя логика отключена, ты не взвешиваешь ой, я летаю. Какая хрень? Надо приземлиться. Ты такой летай, ой, я мое, я хочу больше летать, Господи. А потом проснулся и говорит, слава Богу. Поймите, мы во снах не спрашиваем, почему мы летаем. Мы летаем, летаем, пока не проснемся. Я утрирую, естественно, это шутка. Но поймите, Бог, почему он во снах, во снах, во снах. Он хочет во снах растянуть твое сознание, показать тебе, что ты можешь намного больше, чем ты представляешь. Много чудес, которые Иисус сделал, именно похожи на сны. Только камни подняли. В оригинальном переводе написано, там написано, он как бы растворился или прошел между ними, написано, он исчез, его не перестали видеть. Иисус раз по воде пошел. Но ты спросишь, Иисус, какая логика, что ты хочешь по воде? Он говорит, лодки нет. Была бы лодка, он бы поехал в лодке. Поэтому люди некоторые говорят, Господь, покажи мне чудо. А у тебя есть, другими словами, чудо произойдет в твоей жизни тогда, когда у тебя опоры не будет ни на лодке, ни на платформы, ни на какие вещи. Ты говоришь, Господь, мне надо к ученикам. Все уплыли. Он с горы вернулся, я помолился, ну ладно, я пошел. Ученики глянули, у них первая реакция, призрак, дух, там написано как бы привидение. Он говорит, не привидение, ребята, это я. Все нормально. О, если это ты, Иисус, прикажи мне пойти к тебе по воде. Представляете, ученик, который еще не был крещен Святым Духом, который не был еще там абсолютно обновлен в уме. побежал к нему по воде. Вы представляете, на что мы в реальности способны, если это будет открыто в наш ум и мы примем это решение? Библия полна этих чудес. Почему они исчезают в наше время или становятся очень редкими? Потому что у нас больше и больше есть возможности полагаться на что-то, кроме чуда. эпидемия церкви это вспоможение Богу. Это не основываться на нем. А человек такое существо, если он может опереться на что-то другое, он всегда выберет это, не Бога. Так есть? Дух Бога во сне может показывать тебе и говорить как хочешь. И некоторые ваши сны, они намного реальнее, чем ваша жизнь физическая на земле. Потому что во сне тебе Дух Бога пытается открыть кто ты по-настоящему, кем ты был создан. А когда ты просыпаешься, ты всего лишь соглашаешься на то, кем ты являешься. Семья нам подарен огромный ключ, ум Христа. Римлянам 12.2 Знаете, я понял, что мне нужно намного больше тренировать свои мышцы ума, чем физические мышцы. Потому что моя битва проходит все в моем сознании и в моем духе. Я принимаю решение. Как дьявол боится таких, как ты. Который, несмотря на что, принимает решение. Почему? Потому что я не основываюсь на логике. Бог пообещал. Во-первых, мне самому хочется проверить, Бог мне говорит, или я здесь в игры играю. Вы знаете, развелось сейчас много пророков, которые подстраивают реальность, якобы это Бог. И все, ну да, Бог, сколько лжепророков развелось в последнее время. А я говорю наоборот, я хочу такое чудо, такую задачу поставить, что только Бог ее решит. Семья, во-первых, мне самому хочется знать, я не хочу играть в церковь. Я лучше, если здесь Бога нет, я на рыбалке буду, там даже слава больше иногда сходит, чем в церкви. Я не говорю за нашу церковь, я говорю вообще в общем. На рыбалке лучше. Итак, Римлян 12.2 Смотрите, что здесь говорит Павел. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш ум, чтобы вы сами могли постигнуть волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Другими словами, если ты приспосабливаешься, ты не способен понять волю Бога. Когда ты отказываешься приспосабливаться и обновляешь свой разум, тебе Бог начинает открывать картины того, кто ты и что ты можешь сделать. Семья, поймите, Бог даже не открывает картины тем, кто не хочет делать шаг вперед. Поймите, семья, воду дают жаждущим. Бог не ходит и не тыкает, пить хочешь? А ты хочешь, ну, чуть-чуть там, все рвнул. Бог дает это чудо, он дает свои мечты тем, кто без них жить не может. Голоден ли ты по чудесам и славе Бога? Я голоден себе. Я хочу видеть славу Бога. Я хочу видеть, чтобы этот дом стал машиной спасения, локальной и глобальной. Серьезно. Тренировочный зал моего сознания это присутствие Святого Духа. Напрашивайте, наворачивается такой вопрос. пастор, вот ты говоришь ум, 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 а что, как туда дойти? Параллельный вопрос. Сколько времени ты проводишь не в молитве, в атмосфере и присутствии Бога? А это часто даже не молитва. Научился ли ты входить в славу? Следующий вопрос, как быстро ты входишь в славу? Большинство христиан не могут даже пройти через барьер логических мыслей в молитве. Он помолился за папу, за маму, чтобы колеса не пробились и доехать без трафика. И все, и на этом слава закончилась. Это не молитва. Это грошерый лист. Молитва это я, я пробиваюсь, да, и это все надо отсеять, отсеять, идти глубже. Как Бог сказал Моисею, взойди ко мне. Это огромный прообраз. Оставь все суету, брата, сестру, народ Божий и заботу о нем, взойди ко мне. Взойди на мою гору, где ты и я, и больше никого. Семья, вот это наша позиция. Да, я на гору не иду сейчас. Я иду на гору здесь. Я отключаю все. И целый кусок моего утра, целое утро практически я посвящаю ему. И потом люди удивляются, а почему у вас, а что вы особенные? Нет, мы просто проводим в славе Бога очень много времени. И когда я в славе, реальность стирается и открывается реальность его. Да, поначалу я вижу людей как деревья. Смотришь, пенек, сучок, дальше не буду говорить. А потом прикоснись ко мне опять. Он касается. И ты уже начинаешь видеть. Итак, чем ты руководим? Итак, сознание? Сколько у времени я тоже заберу. Если прославлению можно час, то проповеди можно полтора. Знаете, у пасторов дома прикольно. Ты сегодня долго пела, а ты сколько сегодня проповедовал? Знаете, у нас там идет свой договор кому че. это мы имеем право. Потому что только сознание, почему сознание? Потому что только сознание способно видеть картины, которых еще не существует. Еще раз говорю, семья, глаза, я говорю сейчас за наше тело, они не способны видеть того, чего нет. Глаза видят то, что есть. Сейчас ее несут? Нет. Я не вижу сейчас того, чего здесь, например, как бы люди говорят, есть, я не вижу. Почему? Физические глаза. Мои руки не могут прикоснуться к тому, чего нет. Другими словами, единственный инструмент человеческого существа, я сейчас не говорю о духовных глазах, понимаете, да? Если взять простого человека, поставить его, даже нерожденного свыше, единственное, что у него способно увидеть невидимое, это сознание. И Бог, поймите, семья, вы спросите меня, откуда Бог начинает работу с человеком? Отсюда. И потом активируются духовные глаза, и они начинают в духе видеть. Это как, помните, пророк Елисей и его слуга. Он увидел войско врага нас убьют. Или все из кровати встал Господи, открой ему глаза. Он открыл, и он говорит, на нашей стороне больше, их. Потом уже чуть попозже у тебя активируются глаза. Но твой путь, твой путь, мой путь начинается с сознания, с ума. Это здание построилось на чьей-то картине, не в глазах, а в уме. Кто-то закрыл глаза, мечтал и нарисовал. И когда нарисовал, начал покупать материал и строить. И потом ты видишь, что это когда-то, вот это когда-то было невидимое, которое кто-то сделал видимым. Мы это здание не строили, мы его в духе не видели, и потом увидели, и сейчас мы в нем сидим. Но все началось отсюда. И мне интересно, мне вот интересно, вы знаете, то, что в моей голове часто известно, вы видите меня, вы видите мои действия, мою веру, и так далее. Но мне интересно, что в уме у вас. Семья, это не шутка, это настоящий вопрос, потому что у некоторых из вас сокровища в сознании. Но страх не позволяет в конце этой молитвы мы разбивали страх. И высвобождали сознание и ум Христа внутри тебя. Ты подчинился его, его мечте для этой церкви, для этой земли. И для тебя лично. Человек такое существо, которое когда что-то слышит, любая информация мгновенно через сознание превращается в картину. Смотрите, ваша реакция когда мы собирали, когда мы начали только объявлять насчет этого здания. И мне, я когда это говорил, он наблюдал за глазами людей. Потому что я знал, я сейчас брошу бомбу, которой многие не готовы. Будем брать здание. Мы будем это будет стоить столько. Почему? Все, что я сказал, это пару фраз. Но почему у людей такая реакция? Потому что ты увидел что-то в сознании. И когда ты увидел, твое сознание обломило тебя. А другие сказали, проверим Бога. Бог говорит, проверьте меня, испытайте меня. Не залью ли я на вас? А мы боимся испытывать Бога, потому что боимся его обидеть. А вдруг он разгневается там на небесах. И трес меня молнией как зерк. Нет, Господь, как дано, так дано. Бог говорит, вам все дано, бросьте вызов, испытайте меня. И когда мы сказали сумму, когда мы сказали сумму первого взноса, когда мы все сказали, у них как-то энтузиазм потух. У большинства было все классно, я видел ваши глаза, в основном такие все во-первых, из-за того, что вам просто уже надоело там сидеть. Хоть улица, Господь, надоело этот уже офис. Я смотрю, знаете, я просто даю информацию, под этой информацией ничего нет, ни денег, просто мечта, идея. Но информация, выходящая из моих уст, рисует картину в твоем сознании, и меня интересовала твоя реакция на твою картину в твоем сознании. Пронаблюдая, когда Бог начинает говорить, первое, что противостает, это сознание, которое плотское. Что сознание начинает говорить? Не можешь, не получится. Мне даже было интересно, почему мое сознание всегда рисует негативные последствия. Вот задумайтесь, да, почему, смотри, почему иногда сознанию просто не обновиться и не сказать, классная идея, пойдем, сознание, и для меня стало интересно, Бог, почему, какой бы я шаг не делал, хочу познакомиться со Светланой, когда она еще девушка была, и мое сознание говорит, тебя кинут, тебе скажут нет. Мне такое думает, сознание, пожалуйста, ты можешь хотя бы раз из десяти давать мне какой-то позитив? Что бы в голове ни придумал, сознание говорит, ну я понял, что это не то сознание, на котором я должен строить мою жизнь. Потом я плюнул на сознание, пригласил ее на свидание, и через там полтора года мы уже были мужа-жена. Говорю, сознание, strike one. Семья, наше сознание, оно, семья, вы должны понять, в тебе живет враг, и это плотское сознание, это враг. Я хочу, чтобы ты понял, сознание, чтобы, например, ты берешь машину, тебе нужен газ, нужен тормоз, тебе же не продадут машину, тут тормозов нет, ты скажешь, аль, ерунда, мое сознание, это все ерунда, поеду. ты же не говоришь, поехал я. Ты говоришь, но. Ребят, сознание нужно для этого. Но все, что касается духовных вещей и строения царства на земле, выключи его. Иди, да, иди только верой, духом и картинами Бога. Поняли? И у тебя семья, это вся наша жизнь, это из битвы внутри тебя, в твоем сознании. Получится, не получится. Я принял решение. Все, что в духовной сфере, мое сознание говорит нет, я делаю все наоборот постоянно. И самое интересное, победа, 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 победа. Когда-то мне тоже сознание, знаете, лет 10-11 назад у меня начали, знаете, интернациональные поездки, мы стали известными, начали смотреть. И меня там приглашают на первую конференцию. Вы б видели кувырок моих мозгов. Ну и куда ты попрешься, апостол Андрей? Я такой сижу, думаю, мои же мозги издеваются с меня. И я такой сижу, мой же мозг giving me a hard time. Я не буду, я возьму и полечу три, так будет ячейка. Вы знаете, я все стал делать наоборот. Если бы я послушался моего сознания и не сделал ту первую поездку, а она была ключом ко всем остальным коннекшенам, которые произошли на этой поезде. Иногда ты не делаешь один шаг, который привел бы тебя намного дальше. Этот шаг ключ. Не бойся, сделай. Все, что самое хуже будет, опять повторяю, ничего не будет. Ты просто останешься, где ты и был. Ну и что, скажешь, попытка, не пытка. Не бойся ошибок. Не бойся тестовать свою веру. Начни с маленького. То, что для тебя является, может быть, для кого-то это не шаг веры, а для тебя это реальный шаг веры. Испытай, сделай. Расти в своем хождении с Богом. Не виси постоянно на ком-то, наблюдая за жизнью кого-то. О чем я говорю, тебе дан тот же самый ум, что и мне, что и сидящему рядом. Просто все, что я делаю, эту серую массу, я ее постоянно к вашу в славе Бога. Кисни, а нет, кисни, кисни. Пока запоешь или песню Духа, или заткнешься, кисни. И вы знаете, что? Чуть попозже, через много лет, и мои мозги сказали, да что против тебя идти, бесполезно. И я смотрю, иногда что-то ненормальное, я скажу, смотри, мои мозги внутри меня уже аплодируют. Потому что даже мои мозги уже ко мне привыкли. Они помнят все остальные наши аргументы и как мои мозги проиграли. И мои мозги, основываясь на их истории со мной, и сейчас послушают, говорят, парень с психбальницей. Разговаривается со своими мозгами и воюет. Но меня поймут духовные люди, которые понимают, что внутри нас битва. Плотской, плотской ум, ум Христа. Отсюда вытекает следующая истина. Бог, вы это знаете, я уже в предыдущих темах говорил, Бог не говорит фразами. Потому что фразы это несовершенный вид коммуникации. Я еще раз повторю. Некоторые говорят, пастор, как ты слышишь Бога? Нет, они говорят, как ты слышишь голос Бога? Я всегда отвечаю, я не слышу голос Бога, я вижу голос Бога. Потому что Бог, вот, например, смотри, сейчас я говорю с тобой несовершенным методом коммуникации. Я знаю всю тему наперед. Если бы я говорил как Бог, я бы тебе сейчас картиной все показал и сказал аминь и поехал домой гладить моих котов. Но из-за того, что я не могу иметь совершенные картины и вкладывать это язык Бога, я должен тебе вот это сидеть и полтора часа тебя тут массажировать. И поэтому Бог, Он всегда минует метод человеческой коммуникации. Это все плоть, это все погибшие вещи, это все разрушенные. Несовершенные. И что Он делает? Ты закрываешь глаза и у тебя ненормальная картина, бах, в твои мозги падает. И эта картина испугала тебя. Потому что Бог говорит завершенным образом. А это значит, чтобы тебе что-то сказать, Он альфа и омега. Он в твою голову помещает твою альфу и омегу. Потому что это значит, ты себя не видишь прогрессирующим, ты себя видишь окончившим и победившим. Вот почему у плотского мозга всегда конфликт с Богом. Потому что плотской мозг ждет процесса, а Бог говорит омегой. Это завершенный продукт вкладывается в твое сознание. Этот продукт видели все. Авраам видел нации. Гидеон видел победу над врагами. Возьми любые вещи Анна видела у себя уже с ребенком. То есть, что Бог делал? Он влаживает картину и пускает тебя через процесс. Кто-то понимает силу христиан. Когда мы воюем, мы воюем, потому что мы победили. Вы не услышали меня. Мы воюем, потому что мы победили. А мир воюет, даже не зная, победил он или нет, потому что им не открыта картина и омега Бога. Когда мы сели с командой, закрыли глаза, все сказали, я вижу себя в этом здании. Семья. Нам было не показан процесс, нам было показано завершение этого. И все, что нам нужно было сделать Денису, Свете, моей жене, мне, это просто сказать первоначальное да. Но мы не нормальные. Потом мы уже вам рассказали, но сначала это должно было пройти через наши сердца. Мы должны были сказать да. Потому что мы знали, что если это будет ошибка, это будет ошибка для всех. Мы не хотели. Понимаете, это был бы или облом, или разрушение веры, или это вот сейчас. Ты сидишь поднятый в вере, в силе и в благодарности Богу. Аминь. И поэтому, когда люди в позиции, как пасторы, ты имеешь право делать, что хочешь. Пастор is in the position he can do whatever he wants. Но, но. Я слишком быстро бегу, ты меня не понял. Я говорю, люди в позиции, в которой они могут делать что хочешь. Small correction. People in the position, they can do whatever they want. Я не могу. I cannot. Когда я стою здесь, я как бы лидер. When I'm standing here, I'm like a leader. Я как бы отец духовный этого дома. I'm like a spiritual father of this building. И мой облом это major облом. Поэтому наслаждайся своей тренировкой. Твой облом никто даже иногда может и не заметит. So enjoy your training wheels. If you make a mistake, it won't be as noticeable. Просто ты своему коту дешевле еду будешь покупать. You will just get cheaper food for your cat. Это твоя ошибка. That would be your mistake. И кот на тебя посмотрит, и говорит, лох. Это ты сделал сейчас вот эту сделку, это ты вот этот вклад сейчас сделал финансовый, я вот это ем сейчас, вот эту хрень. Из-за того, что твои проценты не выросли. Мяу. Мне нравится эта капитра. На ней, когда стучишь, бутылка подпрыгивает. I like the effects of that. Это я по ходу дела изучаю, что здесь происходит. Мне нравится. Мне просто надо, когда стучать, сразу ловить ее. Ладно, буду держать себя в руках. Хорошо. Да так, мысли вслух. Итак, где я? Я хочу сильно не растягивать и донести мысль качественно. Итак, вы должны понять, что Бог из-за того, что Бог не может говорить несовершенно, Он говорит совершенно и завершенно. Поэтому, когда ты ждешь Слово от Бога, понимай, что это будет страшно для твоего сознания. Практически всегда. Но именно то, что пугает мое сознание, это первая сигнализация того, что, скорее всего, это Бог. Знаете, когда я узнаю, что это не от Бога, мое сознание совсем не имеет никакого инпута, ну, никакого, оно так, ну, хочешь, ну, делай, потому что сознание знает. Денег хватит, связей достаточно, времени хватит. И я сижу такой, думаю, если мое сознание так мне поддакивает, я не буду это делать. Это, скорее всего, сознание знает, что у меня получится, вера не нужна, и Бог точно не нужен. Я такой, не, 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 стоп. Я говорю, что я буду верить, и я не нужна Бога, сознание, мне твое молчание не нравится. Ты меня опять кидаешь. Если тебе это нравится, значит, это я по плоти могу, а я по плоти не хочу ничего. И потом, поковырявшись немножко в своем сердце, я понял, что я этого хочу, это не Бог хочет, это я хочу, и я подстраиваю, как будто это воля Бога. Да будет воля моя, Господь, твоими руками. Здесь нужно быть аккуратным. Заметьте, как написано, заметьте, как Библия не написана. Библия не написана, как текст одной личности к людям. Вся Библия это 66 книг, в которых тысячи историй. Вы заметили? И я Богу говорю, слушай, ну ты что, не мог мне просто написать прямым текстом? Цероби ты, цероби. Зачем оно? Зачем все это? И Бог мне говорит, это мой совершенный язык для вас. Потому что каждая история для каждого из нас нарисует свою личную картину. Кто-то услышал глубину того, что я сказал? История библейская, та же, которая написана одинаковая, у нас в нашем сознании будет у всех звучать по-разному. Картину, которую тебе Бог покажет через эту историю, это совершенно другая картина, которую покажет он мне. И я не говорю, что это у тебя лучшая или у меня лучшая картина, я говорю, что мы абсолютно разные, сознание разные, картины разные, все разные. И говорит, сынок, ты должен понять, почему я людям говорил не прямым текстом, а притчами, сказками, историями. И он говорит, потому, что когда я говорю, меня понимают только те, у кого правильное сознание, для всех остальных эта история как закодированная сказка. Для кого-то это просто сеятель, который посеял. И кто-то сидит, интерпретирует почву, какой тупой сеятель. Ну, зачем сеять на асфальт? Ты что, не видишь, что это каменистая почва? Не надо бросать на каменистую почву. А там совершенно все другое. Другими словами, Бог говорит историю, и в истории для тебя заключена твоя картина. Твое сознание и дух видят ее по-своему. Поэтому Библия — это огромная книга истории, которые дают тебе фильмы, картинки смотреть. И там победы, там проигрыши, там все. Вы никогда не знали, почему в основном церкви заполнены больше женщинами, чем мужчинами? Ну, как-то у нас как-то нет. У нас как-то... Ну, я все равно скажу, наверное, наверное, диву немножко больше. Да, все равно. В любом случае, ну, когда ты заходишь, например, да, вот просто в церковь, иногда даже удивляешь, думаешь, вау. Там где-то спящий мужчинка, там дремлющий мужчинка, и в основном женщины. Я Бога спросил, почему? Говорит, потому что женщина это абсолютно нелогическое в большинстве в своем случае существо. Поймите, когда мужик говорит, ты у меня такая нелогичная, Бог ее первую использует. Серьезно, и мужики сразу предупреждают, эта версия была 2.0, поэтому ты 1.0 молчи. Мужики там, меня первого создали, да, это была попытка. Потом были, как бы, ну, внесены эти апдейты, внесены в код поправки, и даже по этими, знаете, когда мозг сканирует, то женщины, даже два полушария мужики работают. Женщину, когда парализуют, она запросто может ходить, ну, я говорю уже о таких физических вещах. Мужик, когда парализует, он, смотришь, я вижу, какая часть мозга у тебя не работала. Поймите, я не шучу над парализацией, я просто говорю, констатирую факты того, как мозг работает. Поэтому, когда мы смотрим, много же, это не потому, что, о, чем они лохи, вот они там. А мужик такой логический, он, знаете, все это вот достигает там, где-то, в другой сфере. Вокруг Иисуса, когда мы смотрим, вокруг него массы женщин были. Ни один из учеников не поперся к гробу. Женщина поперся. Мария сказала, а кто его знает? Серьезно, ну, реально, первое откровение Бога человеку, это было, Бог воскрес и погорел женщину. И говорит, так, иди, ну, это, ну, никому не рассказывай. Скажи им просто, что я как бы тусовался, передай им привет. Скажи, скоро вернусь, поговорим. И она рассказывает. Второй момент. Ангел открылся служанке. Помните, да, которая стучала, они молятся за Петра. Господи, спаси Петра. И здесь Петр ломится в дверь. Служанка прибегает и говорит, Петр. А мужики говорят, нет, это его ангел, иди спать. Она такая говорит, это ангел агрессивный, он ломится в дверь. Ну, ладно, открой, что ему надо. Поймите, семья, у мужика всегда логическая, знаете, поэтому очень часто мы видим пророчиц, не потому, что, ой, эти женщины, чего они пророчатся, потому что у них мозг работает по-другому, сознание по-другому работает. И поймите меня правильно, я не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже, у нас у каждого своя функция. В любой машине должен быть газ и тормоз. Всегда должна быть и духовность, и логика, оно должно дружить все вместе с нами. Поймите, это дружба. logic and the spirituality have to be friends. Сама по себе логика это абсолютный сушняк и заблуждение. Логика in and of itself is dry and false. Но когда мы видим с вами просто, да, вот, ну, не логику, а просто эмоции, вот это все, то есть, мы видели вообще отклонение ненормальное, когда нет, когда логика, которая не приземляется и не наводит порядок. Поэтому, дорогие, это дружба двух функций, логика и эмоции, сознание, дух. Это очень важно. И поэтому дьявол обычно он шел через периоды церкви. Церковь была в одном сезоне абсолютно плотская, в другом сезоне другая обочина. Она абсолютно, как бы, якобы духовная, но она потерявшая весь позвоночник и сознание, и логику. А у Бога, даже у самого Христа. Некоторые люди говорят, вы должны тут павать в речке Папина. Я говорю, я плаваю когда надо. Я говорю, вы не видели Иисуса Христа? Шел по улицам, упал на землю, на пыль, и говорит, я поплыл. Ученики такие смотрят на Иисуса, ковыряющегося, плывучего в пыли, говорят, он в духовном сейчас откровении плывет. Он в реке Бога. Вы не видели Иисуса? Поймите, Он делал чудеса и выглядел красиво и логично. Он не выделил их глупо, как, знаете, вот эти... Мы их называем папины детки, которые без логики. Слушай, нормально веди себя. Я понимаю, где Бог, слава пришла, там слава пришла. Поверь, я вместе с тобой буду по карпиту плыть. Поверь. Но вы знаете, эти времена, когда эта слава сходит, она всех накрывает. Не стоит 200-300 человек поклоняются, и там один по карпиту гребет. Я к Господу. Вы духа не чувствуете. Это похоже, ты духа не чувствуешь. Иди отсюда, плыви там. Плыви в коридоре. Нет, он хочет плыть, чтобы ты его видел на сцене. И показывает тебе, какой он духовный, какой ты недуховный. Я говорю, хочешь плыть? Хочу, плыви там. Говорю, Бог везде, паласы везде одинаковые, плыви на тех паласах. Вы останавливаете дух Бога. Я говорю, нет, я останавливаю твой идиотизм, иди плыви там. Плывец. Вот почему-то они хотят плыть на виду. А ты плыви втайне. А духоманы втайне не плавают, это не видно. И они еще так грибнут, глянут, увидел, не увидел, не увидел, грибнут, а увидели, погреб. Паскакал на небеса. Красавчик ты мой. И вот как только ты стоишь и чувствуешь себя так недуховно во время этого, пойми, что ты, наверное, духовнее, ты самая духовная субстанция во время этого маскарада. Опять я всегда говорю, когда дух Бога сошел, все ученики выглядели, разговаривали и вели себя как пьяные. На них, на всю эту группу посмотрели и сказали, ребята, три часа дня, вы уже, м-м-м. You could look at that whole group of people and say, hey, it's only 3 p.m., what are you doing? Подождите до вечерка, куда? Wait till evening time at least. Им надо было объяснять, это у Бога. That's the Spirit of God. И вы знаете, реакция была людей, которые, три тысячи людей, они не сказали, тьфу. Написано, Петр встал, он лежал. Петр встал, и он сказал, мужи, братья, скорее всего, он сказал, мужики. Пару фраз, три тысячи людей на коленях, они не соблазнились. Некоторые люди говорят, проявление Духа Святого соблазняют людей. Твои проявления соблазняют людей. Проявление Духа Бога не соблазняют людей. Проявление плоти оскорбляют неверующих. Поэтому я боюсь всегда делать что-то недуховное, чтобы кто-то посмотрел, дорогие мои, но когда происходит Дух Бога, три тысячи людей, которые не знакомы со славой, в славе плавали через десятиминутную проповедь. О чем я говорю? Я говорю о мудром балансе Духа и логике. Как у Иисуса Христа. Всему свое место. Ты не видел что-то странное, взряда вон выходящее. Я буду... Господи, помоги мне. Некоторые постеры говорят, Господи, помоги растянуть проповедь. Я постоянно молю, помоги сократить. Так дьявол не будет атаковать тебя физически, ему это не надо. Ты приедешь домой, ему нужно избить тебя морально и умственно. Ты зашел в комнату нормальным, вышел разрушенным. Ни одного слова не было сказано против тебя. Все твое сознание создало, ты в эту картину поверил и сделал на это реакцию. И теперь твое тело переживает поражение, которого нет. Будь очень аккуратен. Что? Чему ты позволяешь руководить твоим сознанием? Когда мы видим физические вороны вокруг нас, в реальности это войны, не физические, это войны разных сознаний. Мы видим войны сознаний, проявленные физическими, плотскими убийствами. По истории, знаете, когда заканчиваются войны? Когда одно сознание побеждает другое. Версия 2. Когда оба сознания договорились о перемирии, заканчиваются войны. Вот почему, семья, поймите, вот почему молитва, когда мы молимся за что-то, она намного важнее, чем остановить физически какую-то войну. Потому что даже если я на время остановил физическую войну, их разумы продолжают воевать и опять проявится все в физической войне. Когда мы молимся, что Библия говорит? Мы пленяем каждую мысль, которая не принадлежит Христу, в послушании Христу. Когда мы молимся, мы даем все мысли, что это не от Христа, в обеянии к Богу. Не войны пленяем, мышление, мысли не от Него пленяем. Мы их связываем и подчиняем Христу. Чаще всего, знаете, очень часто встречаю людей, которые не охраняют свое сознание. Я даже иногда тиву даюсь. Пастор, почему ты это, почему ты это, почему ты не выставляешь там политические какие-то вещи? Я говорю, это война, не моего сознания, это их войны. Политика, президенты, мышление, все меняется, Бог на троне никогда не меняет. Семья, поймите, я хочу основан быть на том, что недвижимо и невозможно пошатнуть. И поэтому, когда я вижу пасторов, вовлеченных в какие-то политические битвы, войны, какие-то пророчества, он всего лишь попался на капкан. Когда пастор уже не пастор, он уже политик. И мне просто жаль. Тело Христа опять лишилось духовного отца. Нам это место дано строить церковь Христа, и за это место мы дадим отчет. Ты должен сегодня встать после этого служения и унести с собой сокровище неба, а не мои идеи. Не мои политические взгляды. Ты должен уйти с ключами от царства, которое дает Бог. Я всего лишь источник, который подчинился. Через который он делает. И так, как ты не положишь в свой рот все, что ты не знаешь, грязное, пропавшее. Ты знаешь, съесть что-то тухлое намного не опаснее, чем подумать или принять что-то тухлое. Потому что это, Иисус Бог говорит, то, что входит, не оскверняет. Помните? Все, что выходит, оскверняет. Потому что то, что выходит, кто мне может сказать? Выходит из чего? Из сердца. Это мышление, ум, сознание. То есть, выходит уже продукт тебя, отравленный продукт тебя. Поэтому он фарисеям говорит, да что вы тут за руки, омывать, не омывать. Носить маски, не носи. Я не против. Кому-то нравится маска, нормально. Просто носи какую-то прикольную маску, с улыбкой, например. Не важно. Я не здесь, чтобы с кого-то маски снимать. Нравится, носи, не нравится, не нравится. Но я сейчас говорю о том, что мышление руководит нашими жизнями. Окей? Итак, я закругляюсь. Итак, я бросаю тебе вызов. Изменить все в твоей жизни. Если ты хочешь изменить свою жизнь, пожалуйста, не меняй жизнь. Потому что ты всегда возвращаешься туда, в чем живет твое сознание. Даже не переживай за свои физические действия и какие-то привычки. Здесь измени, поставь охрану, разрушь страх. И ты увидишь, как автоматически все начнет приходить в порядок. Поймите, семья, это не сложно. Некоторые люди, они настолько разрушены своими поступками, они хотят их исправить. Отложи, исправь сознание. И ты увидишь, все привычки изменятся из-за сознания. Некоторые люди ко мне приходят и говорят, пастор, как перестать грешить? Я говорю, когда ты перестанешь грешить физически, ты никогда не перестанешь грешить сознанием. поймите, поймите, о чем я говорю. Мы грешим не физически. Когда наш разум пропитан грехом, тело автоматически идет туда, где сознание живет. И когда мне говорят, пастор, помоги мне не делать это, могу я тебе позвонить и быть отчетным, что если меня там искушение, я говорю, слушай, остановись. И говорю, тебе нужно перестать грешить вот здесь. Тебе нужно проводить в присутствии Бога столько славы. Слава все вытеснит. Поймите, семья, функция славы победить и доминировать. Избегая атмосферу славы, ты избегаешь хождения в чистоте святости и победе. Да что мне слава? Я хочу бросить греши, так я тебе даю ключи, как бросить греши. Ты будешь ходить в славу, у тебя еще будут срывы, но чем дальше, чем больше, ты будешь наворачивать, и ты увидишь, как твое мышление полностью изменится и твой образ жизни изменится. Ты трансформируешься. Все начинается отсюда. Он хочет осветить твой разум, принять все плотские мысли и потом дать тебе свою идею. Если ты говоришь мне, что ты не можешь, я скажу, что ты заблуждаешься. В реальности ты просто не хочешь, потому что знаешь, сколько эта мысль в твоем сознании будет стоить твоему телу и душе. Мысль заскочила, а расплачивается это тело. Хождение, движение, вещи, которые ты делаешь в физическом мире. И поэтому, дорогие мои, будь очень аккуратен. Потому что ты иногда останавливаешь именно прогресс и движение Бога в своей жизни. И поэтому ты не можешь, ты просто не хочешь. Каждому из нас подарен Богом инструмент творения. И дан доступ к уму и сознанию Христа. И нам дано время научиться этому пользоваться как богам. Поймите, мы дети Бога, боги с маленькой буквы. Мы с вами, как вам сказать, Бог хочет научить тебя двигаться божественно на этой земле. Делать, как делает Папа. Начинай развивать, растягивать. Начинай бросать вызов своим страхам. Какие бы они ни были, начинай бросать вызов. и ты увидишь, что произойдет. Итак, что такое ум Христа? Это свергнутая, падшая человеческая логика. И дана полная свободу Духа Богу. Творить на этой земле то, что Он хочет. И это и есть предназначение невесты Христа на этой земле. Приобрести его ум и закончить его умом его работу. Вы взяли что-то для себя. Давайте мы поднимемся. Иисус, спасибо тебе. Сейчас я хочу просто взять буквально минуточку и помолиться о разрушении страха. Если у кого-то есть, если действительно эта тема откликнулась тебе, и ты воюешь со страхом, я не буду возлагать руки, это не та молитва, я хочу, чтобы ты вышел вперед и просто прямо сейчас засвидетельствовал, что ты делаешь новый шаг в новую жизнь. я знаю, здесь вы есть, и поэтому вы и не выходите, потому что твои мозги тебе опять говорят это не делаю. Вот если прямо сейчас ты слышишь меня, и ты говоришь хочу, и тебе мозги говорят, ты будешь как дурак, иди сюда. сюда поближе, по серединочке, станьте сюда. Семья, поймите, я не говорю о том, что здесь кто-то в проблеме, я говорю о том, что вы хотите все идти дальше. Вы здесь, потому что вы до чего-то уже дошли, и я сейчас хочу свергнуть барьеры, которые пытаются удержать вас от великого полета в Боге. семья, просто протяните ваши руки сюда. Моя жена здесь где-то есть? Сейчас, в принципе, в этой огромной церкви найти кого-то очень нереально. Если она где-то есть, Светочка, приди сюда, я хочу, чтобы ты вместе взяла микрофон, я хочу помолиться. Если кто там, найдите. Отец, я прямо сейчас беру под власть Духа Святого, Страх, и я сламываю ему хребет в жизни каждого, кто здесь, и особенно тех, кто вышел вперед. Я прямо сейчас провозглашаю новый сезон в Боге, новый сезон в Его славу. Скоро ты будешь стоять и удивляться, как ты вошел на эту обитованную землю через обновленный ум. Свергни страх. У тебя эта битва будет, и ты ее победишь. Ты победишь страх. Любая сфера, неважно, если Бог влечет тебя, страх, это враг веры. Поэтому делай шаг. Делай эти вещи. Не бойся мнения людей. Я прямо сейчас свергаю мнение людей. живи так, как будто только ты и Бог. И ты ходишь только перед Ним. Потому что так и есть. И неважно будет провал или успех. Что тебе до людей? Иисус говорит, ты иди за Мной. Что тебе до чьей-то жизни? Ты иди за Мной. Я сделал тебя победителем. Я сделал тебя воином. Дорогие, вы даже не представляете, как Бог хочет похвалиться вами перед врагом. Дорогие, вы даже не представляете, как Бог сейчас хвалится вот этим нашим с вами решением и победой перед врагом. Никто не купил никакое здание в 2020-м в этом штате. Это миллиардер штат. Мы купили тебя. Семья, вера в действии. Был ли страх? Был, но вера была сильнее. Поймите одно. Страх никогда не уйдет и отчасти он будет, но я молюсь, чтобы твой дух был намного сильнее. страх всегда будет бросать какой-то вызов. Но пойми дух Бога сильнее. Просто прими решение. Я просто молюсь сейчас, как духовный папа, как духовный отец за каждого из вас. За тех, кто смотрит нас. И я знаю, у тебя будут великие победы. Мы услышим о тебе. И не важно, какая это сфера, сфера бизнеса. Духовная сфера, сфера спорта. Не важно, Бог бросил тебе вызов. Не важно, куда твой дух и Бог говорит тебе. Не важно, сфера, Бог хочет во всех сферах иметь своих детей. Он хочет в Голливуде иметь своих детей. Дорогие мои, Он хочет в доме фараона иметь своих людей. Он везде хочет иметь своих людей, но там будут только бесстрашные. Бог хочет, чтобы Даниил был при каждом царе, но Даниилы должны пройти свои львиные рвы. Он хочет Даниилов в каждой генерации, но они должны пройти свой процесс. Ты должен победить своих врагов. Будет сложно, будет. Ничего, я не обещаю тебе легкой жизни, это будет обман, если я это скажу. У тебя будет битва, но ты выйдешь победителем. Потому что без битвы победа даже не имеет сладостей. Потому что без битвы победа когда мы не платили цену, эта вещь не имеет для нас значения. Вот почему и ты и я будем платить цену. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, в этой церкви поднимутся чемпионы. Чемпионы в разных сферах, на разных платформах поднимутся чемпионы. Я верю, здесь будут не миллионеры, а миллиардеры. Я верю в это. Я знаю это. Я знаю это. Бог даст тебе план, Он покажет тебе видение, и Он тебе откроет двери. Не бойся. Он открывает двери, и Он дает план. Не боюсь. Я верю, здесь великие люди. Я это чувствую духом. Спасибо, Папа. Поздайте Ему славу. Как прекрасно. Спасибо, родные. Спасибо за вашу смелость. Ваш шаг это и есть победа над этим духом. Присаживайтесь, родные. Благословения вам. Редактор субтитров А.Семкин